Всем привет, друзья! Обычный такой польский дворик. И сегодня я отвечу на вопросы в комментариях, связанных с жильем здесь в Польше. Я всегда покупаю в Польше вот такой вот сок за 4,99 смузи. Очень вкусно маракуйя, всем рекомендую. Обычно в сетевых магазинах. Обратил внимание, друзья, я иду в белых джинсах, и они чистые. Сзади нет глины, и ботинки мои чистые, и нет следов от грязи и дождя. Обязательно ли, если вы приехали на работу, жить в хостеле, в доме, делить свою комнату с кем-то, находиться постоянно в коллективе? Нет, не обязательно. На примере ребят из Кыргызстана, это семья, которая сейчас уехала на рождественские каникулы, на Новый год, к себе в Бишкек. У меня есть ключ, мы зайдем, посмотрим. Нет, не обязательно, можно арендовать квартиру. Здесь студия за 380 евро на Кочановского 41А. И сейчас я вам покажу, как выглядит квартирка. Понравится, не понравится, вам решать. Так, вперед, посмотрим, что тут. Так, друзья, я на месте. Очень аккуратненькие, красивые подъезды. Здесь номера администратора, главного по дому, телефона аварийных служб. Обязательно пожарная сигнализация. Обратил внимание, датчики движения, то есть свет здесь просто так не горит. Так, я на месте. Никакого мусора, все чисто. Лестничная клетка. Так же все чисто, аккуратно. Реклама. Интернет-провайдер. Сейчас зайдем, и я вам покажу, какие тут цены. Такая вот студия. Так, тут сейчас было прям светло. Хозяин квартиры оставил здесь интересные книги на английском языке. Итак, кухня. Кухня, духовка, панель, варочная панель, чайничек, посуда. Как вы знаете, здесь разделяют мусор. Мусор раздельный. А мусор, я так думаю, покупают шведы. Вот этот диванчик раскладывается. Получается такое большое пространство. На семью спокойно хватает. Здесь шкафчик для одежды. Это вид из окна. До центра на такси 4,5 километра. Есть железная дорога, но поезда тут ходят, может быть, один раз в 3 часа. Обязательный свой генератор. На что обратил внимание, стеклянный балкончик. В России такого не делают. Так, стеклопакеты. Качественные, дешевые, сразу видно. Так. Ну и ванная комната. Гошевая кабинка. Вода. Никаких кулеров. И горячая, и холодная вода. Стиральная машинка. Обогреватель. Вот так все это выглядит. Если вы не хотите жить в бесплатном доме, в хостеле, делитесь с кем-то в свою комнату. У вас есть возможность арендовать такую вот квартиру. А, сейчас я вам расскажу про интернет. Значит, интернет. Самый дорогой. До 600 мегабит в секунду. Обходится в 100 злотых. А в переводе на рубли это получается где-то, где-то, где-то 10, 20, 23 евро. Это за самый быстрый. Обычный интернет, вот 150 мегабит стоит 59 злотых. Это где-то 12 евро. И у вас интернет спокойненько. Ну, как в России. Цена такая же. За коммуналку тут выходит, если переводить в рубли, не больше 2000 рублей в месяц. Ну, обычно меньше. Зимой чуть подороже. Так вот, ребят, все это выглядит. Такая стандартная студия, которую можно арендовать за 380 евро. Такая стандартная студия. Такая стандартная студия. Продолжение следует...